Духи, они там были в огромном ассортименте, тоже стоили, я вам скажу, недешево для студенческого кошелька, где-то от 400 до 800 рублей за такую типичную бутылку туалетной воды. Хорошенечко полазив, можно было там найти что-то более-менее приятное, приемлемое к использованию, в подарок и так далее. Также там в ассортименте продавались разные предметы одежды, бытовые предметы, и у меня до сих пор сохранилась огромная железная кастрюля с крышкой, которую я там купила. В общем, это были такие воспоминания радужные, скажем так, бочка меда. Вот сейчас буду приступать к ложке дегтя, а если быть точнее, то целая бочка дегтя, то есть мои негативные впечатления о магазине распродажи таможенного конфиската, и о том, что я думаю об этом всем теперь. Очень много радостей с этим связаны, вот, но еще в то время, когда я жила в Москве, причем в том же самом общежитии, в принципе, магазинчики эти стали портиться. Во-первых, сначала пропали хорошие туши. Просто пропали, остались плохие. И мы их перестали покупать, потому что чем покупать плохую и задешево, лучше уже начинать покупать хорошую и задорого. Вот. Потом исчезли более-менее хорошие помады. Насчет кремов я не очень отслеживала ситуацию, но, по-моему, там тоже как-то постепенно все сошло на нет. И, в общем, в итоге довольно быстро эти магазины превратились просто в обычные магазины продажи совершенно обычной косметики. Как правило, бюджетной. Ну, там присутствует и белорусская, и российская, и всякое разное. И всякой такой мелкой бытовой утвари, типа кружек, разделочных досок, сковородок, кастрюль, строительного инструмента, всяких дрелей, болтов и так далее, плюс одежда. И, в общем, то, что там осталось, я могу сказать, что довольно низкого качества. Причем продается за цены вовсе не самые низкие. Но, тем не менее, люди туда идут и делают покупки, привлеченные самим названием. То есть, они предполагают, что здесь, в этом магазине, они могут купить что-то стоящее, фирменное, достойное за смешные деньги. Ну, в общем, с самого начала это было не так, на самом деле. То есть, то, что там продавалось, вот я вам показала как пример. Такая помада, стилизованная под шанель. Приятная, в принципе, вещь в использовании. И стоила она 50 рублей, конечно, о чем тут говорить. И она принесла мне много радости. Но, конечно же, это не шанель. Это хорошая подделка под шанель. Не самая плохая подделка. Но, тем не менее, вот если поначалу мы еще покупали всякие там и пудреницы, и помады, и туши. Потому что, в общем, на нас действовало вот это название, вот эта брендовость. То есть, нам было приятно так, неизначая, вынуть такую помаду из сумочки, показать ее, что мы пользуемся шанелью. Сейчас это уже, в общем, довольно-таки смешно. Потому что, во-первых, все знают о существовании этих магазинов и понимают, что эта помада стоит 50 рублей, а вовсе там не 500 и не 1000. Во-вторых, доступность люксовой косметики значительно возросла. Я, наверное, служу по себе, но не только по себе, но и по своим знакомым, которые вовсе не самые богатые люди. И, тем не менее, покупать косметику с названием брендов, они могут себе позволить именно в магазине, где она продается. А не во всяких подвалах, распродажах, переходах и так далее. Поэтому, если кто-то хочет произвести впечатление вот этой надписью на каких-то покупках из подобных магазинов, это уже не произойдет. И, скорее всего, это будет выглядеть, ну, как минимум, смешно, если человек пытается выдать это за оригинал. Ну, не оригинал, но хотя бы то, что куплено в нормальном магазине. Вот такие дела. И я давно перестала там делать покупки, практически, наверное, в течение года, как мы открыли для себя эти магазинчики. Потому что, во-первых, там пропало то, что мы обычно покупали. Во-вторых, то, что осталось, было слишком низкого качества для таких денег. То есть, и деньги были небольшие, но и качество было уже слишком низким. И мы уже начинали переключаться на то, чтобы заплатить подороже, но найти для себя косметику получше. И, в-третьих, ну, то, что просто изменились времена, и, может быть, эффект новизны, вот опять-таки пропало. Поэтому, в целом, на данный момент, я бы советовала, скорее всего, вот эти магазинчики обходить, наверное, стороной. Может быть, я где-то в чем-то ошибаюсь, и еще остались подобные ларечки, где можно найти что-то, откопать для себя. Да, хорошие, опять же, повторяю, там очень много российской косметики и белорусской, совершенно обычные, которые можно купить в этом магазине так же, как и в другом. Но просто я хочу привлечь внимание к тому, чтобы не введитесь на это название, таможенный конфискат. Если назвать этот магазин правильно, так, чтобы название соответствовало его сути, он должен был бы называться распродажа, распродажа контрафакта, вот так. То есть распродажа самых разных подделок и продуктов низкого качества, вообще вещей низкого качества. Вот тогда все было бы нормально, потому что конфискатом это назвать вряд ли можно, контрафактом вполне. Хотя контрафакт тоже может быть конфискатом, почему бы и нет. То есть если предположить, что большую партию вот это вот произвели, я подозреваю, может где-то в Польше, не знаю, мне так кажется, вот, привезли на территории России, это же конфисковали. Но если вы хотите купить брендовую вещь за очень низкие деньги, то вам явно не туда. То есть я знаю, что существуют какие-то сайты, на которых это можно делать, и есть люди, которые в этом отличились, большие специалисты. Но вот эти вот зеленые палатки, они на данный момент торгуют просто всякой ерундятиной. Что касается косметики, ну, такого, например, помада, последний раз, где-то, наверное, год назад я покупала там блеск для Акуб, который вообще не выдерживал никакой критики. После первого нанесения я его выбросила, и, в общем, я, например, не считаю, что стоит покупать блеск для Акуб даже за 50 рублей, для того, чтобы его сразу же выбросить. То есть просто можно взять 50 рублей, подойти к урне и выбросить их. Вот так вот. Ну, в общем, вот то, что я вам хотела рассказать. Все-таки старайтесь покупать качественные продукты. Они не обязательно могут быть дорогими, они могут быть вполне бюджетными, но не стоит покупать совсем уж безнадежный отстой. Все. Всем пока!